Привет, зритель! Сей обзор будет и вкусняшек, даже специально пошуршу, хоть это и не АСМР. И не совсем вкусняшек, и того, что я с собой возьму в дорогу, в поезде, потому что там сутки с лишним оказывается ехать, и надо пожевать. Шо-то! Ну и то, что мне ближние родственники посоветовали, то, что я сама подумала, что можно это с собой тоже взять. Короче говоря, вот, была я в магните, я купила себе три коробочки пюре быстренько, но, судя по чеку, я так поняла, что они, видимо, разные. Одна коробочка у нас быстренько, картофельное, пюре картофельное, концентраты пищевые быстрого приготовления. А где оно? Още с чем оно? Оно у нас с жареным луком и сухариками. Что-то они около 20, каждый стоит. Сейчас я вообще гляну, уточню. Где она тут у нас? Быстренько, а ты где? Со вкусом курицы, оказывается, две штуки, с сухариками одна штука, 18 рублей 90 копеек. А то, которое со вкусом курицы, 18 рублей 30 копеек. Короче, лук у нас с сухариками дороже, чем аромат курицы. Так, вообще они у меня там еще есть, но вот я еще купила себе семечки, богучарские, очищенные, жареные. Агроспутник, 9 апреля созданные. Вот они. Сейчас гляну, по чем. Сейчас, по-моему, они по скидке были 24,90, но я не уверена. Потому что иногда там скидка есть, а на самом деле это, может, уже старая цена. Короче, да, 24,90. Тут у нас 75 грамм. Я, может быть, даже это потом пересыплю в какой-нибудь пакетик, чтобы все эти баночки не тащить. Но вот это-то, конечно, удобнее в баночке заваривать. Я еще думала какую-нибудь лапшу в коробочке купить быстро растворимую. Но что-то лапша была только в пакетиках. А в поезде как ты его в пакетике зафигачишь. Короче, в общем, вот семечки. Это что у меня такое? А, это мне письмо сегодня пришло. Я его потом прочитаю. Так, письмо бумажное. А это у нас вот как раз первая коробочка со вкусом, с куриным вкусом. И еще одна коробочка. С таким же вкусом. Я сначала думала, две возьму, а одну ту с хомячью. А потом вспомнила, что у меня есть макарошки, самопальные печеночные паштетик, сыр еще плавленый, еще куча всякой еды. А еще там сахар по скидке был. А у меня практически закончился там. Ну, вот только для тех, кто любит пить кофе с сахаром, чай с сахаром. А если что-то захочется сваять, куда сахар кладут, уже никак. Уже будет мало сахара. Хотя я сейчас вот стараюсь, если что-то ваяют, то вместо сахара кидаю туда мед. Потому что мед у меня есть. Городецкий сахар. Сахар белый, кристаллический. 1КГ. В магните по скидке. Сейчас оно идет. Ну, или, может, это, конечно, не скидка. Сама его такая цена. Где у нас вот этот сахар? Сахар-то где? 36,90. Грубо говоря, 37 рублей за вот такую пачечку. Сделан у нас 22 февраля этого года. Первый сорт. Так что, люди, если вам надо сахар, валите-ка в магнитик. Так, а тут больше ничего. О, еще у меня есть пакетик. Сейчас узнаем, почем кайф на рынке. Груша Вильям. 121 рубль 70 копеек за килограмм. 124 грамма вышла на 15 рублей 9 копеек. Вы не поверите. Я сейчас вот так уже вот с самого начала ролика, хотя я сегодня выспалась, так дико пытаюсь не зевнуть. А все ведь из-за тех, кто поболит от того, что я зеваю. Или из-за тех, кто вот говорят, что я так это, заразно зеваю, что Лёля зевнула, потом сразу спать хочется. Это у нас груша с красным боком, по-моему, это у нас груша форель. Я как-то покупала грушу форель, такая крепкая была вообще. Зубы сломаешь и все, что можно, сломаешь. А она я пощупала, она такая мяконькая. Ну, теперь я подсела на пюрешки фруктовые. И все из-за того, что у меня ноготочки ломались. Знаете, вот что-то просто вспомнила. Кем надо быть, если мужик говорит девушке, пусть даже в стриме, в комментах. А почему ты не накрасанная? Накрасься. А вот ноготочки тебе надо накрасить. Не накрасила, все трындец. И этот же человек как-то вякал мне, типа, вот, мне так фигово сделать стрим. У меня тут развод тяжелый, то есть обычно бабы. Ну, чаще всего женщины дохрена переживают этот развод. А тут внезапно мужчина, переживающий развод. Ничего личного, но этот человек мне столько всякого срача писал в разное время. А потом оказалось, что у него два аккаунта примерно одинаковые. Но разница в комментах не осталась. Я понимаю, что надо не обращать внимания, но я же не могу не высказаться. Иначе бы это, блога бы там не было. Короче говоря, я не знаю, конечно, из-за чего, но вот, возможно, там была доля того, что жена с ним развелась, потому что вот проснулась женщина со своей натуральной красотой женской. А он ей, жена, а ну можно намарафить маникюр на маникюр, а то ты вообще, блин, как неживая или что-нибудь в этом роде. Ну, или типа того, что не накрашенная, ты страшная, поэтому иди накрасься, чтобы еще меня больше испугать. Как-то так. Короче, я сочувствую бывшей жене этого мужика, потому что вот я с ним лично не общалась, но в комментах вот то, что он писал, как себя ведет, и вообще вот, знаете, я работаю, а вот вы все, вы не работаете, вы вообще ни черта не делаете, ну-ну. В общем, груша у нас форель. Так вот, я шуршу пакетиком, я шуршу пакетиком. Люди, кто АСМРные, если вы ловите кайф от шуршания пакетиком, в котором какая-нибудь груша, манго или еще чего-нибудь, дайте знать, я как-нибудь потом, может, летом вам пошуршу. Короче, благодаря тому, что у меня ногти стали ломаться, я прочитала про манго, прониклась этим манго. И, в общем, фруктовые пюрешки с манго очень такие сытные, он еще такая сволочь сладкая, этот манг. Короче, вот груша для пюрешки, для манго. Еще где-то тут груша была. А вот теперь у нас красная груша. Красная груша. Так и называется груша красная урожай. Так вот, груша форель у нас 159 рублей 90 копеек. Вышла на 148 грамм. Кстати, вот эти две груши, они одинаковые, оказывается. Что груша красная, что груша форель. 148 грамм каждая. Прикольно. Но у одной цены, вот у форели у нас, как я говорила, 149,90 на 23,67 она мне вышла. А у груши красной цена 149,90, аж на десятку меньше. И она вышла на 22 рубля 19 копеек. Бананов я себе купила вообще на бананце. Перед тем, как положить их в пакетик, я выбрала 3 бананчика. Потом смотрю, один бананчик такой, что вот уже еще чуть-чуть, и до дома он не доживет. А я думала еще дойти на турники, но в итоге я до турников пойду уже отдельно. Потому что у меня вышло два пакета. Потом я достала пакетик и смотрю, что тот бананчик, который отдельно, там два бананчика было, еще один. Думаю, смотрю, он какой-то такой, ну, ну, совсем. Ну, вот, еще чуть-чуть и откинется, хоть и вроде зеленый. В итоге я вот, у меня связочка. Ух ты, у меня еще и бананчик выпал. Короче, связочка. Тут сколько хоть у нас бананчиков-то? В общем, тут связочки 4 бананчика и еще бананчик. Этот я изначально выбрала, потом что-то я его забраковала, потому что вот тут вот такая мягенькая штучка. Он так вроде как бы зелено-желтенький такой. А в итоге я думаю, так фиг с ним все равно буду делать завтра этот пюрешечку свою фруктовую. Сегодня уже не буду, потому что у меня там хлебушек намутило я из заготовочки сделать. Так, где у нас тут бананчики? Бананчики, вы где? Бананы 68 рублей 60 копеек за килограмм. Вышло у меня на 78 рублей 62 копейки, потому что это килограмм и 146 грамм. Ну, в общем, так. Вот тоже вкусняшечка. Вообще, я люблю бананчики. Это я купила, но я потом, наверное, в пакетик тоже перевожу, потому что обычный пакетик меньше места возьмает, чем вот такие. С собой пожевать семечки от атамана с арахисом обжаренные. Я так поняла, что мне тупо еще было сначала интересно, а потом уже поняла, что это семечки в шкурке и арахис без шкурки. И, в общем, я, может, семечки в шкурке оставлю дома, арахис без шкурки возьму с собой. А может, все вместе, мало ли что. Что-нибудь я живаю. Я так держалась. Где это семечки от атамана? Вы где? От атамана семечки обжаренные 54,90. Ну, типа, как бы по скидке шло, потому что до 18 августа у него срок годности, и 18 февраля оно родилось. Вот он. Вообще ни разу не брала. Я тут купила такого, чего при нормальном бы... Ну, если бы никуда не ехала, и вот вообще я бы не купила и не брала. Это было по скидке, потому что 1 июня у него срок годности заканчивается. А мне надо что-то в чай. Праздник злостенный. Зефир белородовый. А вообще он мне нравится. У него хороший такой более-менее состав. Живет он 3 месяца. И он был, сейчас скажу, почем кайф на рынке. Где-то этот зефир. Зефир. Зефир где? А, вот он, праздник злостенный. 26 рублей 40 копеек. Вот он. Так, еще я купил себе огурчик, потому что у меня есть авокадо. Оно выжидало из холодильника, уже должно нагреться. У меня есть маленькая помидорка. У меня нарост салатик. Двух сортов на моем подоконнике на балконе. И вот еще есть масло льняное. И еще, по-моему, лимончика есть половинка, чтобы выдавить на это все. И вот у меня еще есть огурец теперь. Огурцы для окрошки 1 штука. Урожай 2019 года, Ярославская область, Ярославский район, поселок Дубки, улица Ленина, дом 22, ТК Ярославский. Короче, в Ярославской области огурцы выращивают. Огурцы для окрошки 39 рублей 80 копеек. Причем он без скидки, что именно такая цена. Я еще себе купила подарок внутри. Ем. А я думала, это не подарок, а фигня такая. Ну, которую, знаете, кладут иногда в чипсы из нори, чтобы она высыхала, не пересыхала. А тут, видимо, как-то наклеечка на этот яичко куриное, пасхальное, которое уже прошло, потому что написано постный продукт. Оно было по скидке, наверное, потому что уже наклеечка не кошерная. 12 февраля оно сделанное, год живет. У нас тут коктейль орехи и цукаты. Цукаты из ананаса. В скобочках ананас, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант Е220. Потом цукаты из папайи. Папайя сахар, консервант Е220. Потом ядра орехов миндаля сладкого натуральные, ядра орехов фундука натуральные. Видимо, еще бывают искусственные. Сейчас скажу, почем кайс на рынке. Тут, кстати, 200 грамм. Да, 200 грамм. Ага, а где тут у нас это? Ем. 166 рублей 90 копеек. Там вообще много чего по скидке было в этом отделе орехов. И только фруктов. Вообще, я на него смотрела, но жизнь бы не купила. Но тут что-то подумала, что мне еще так сказали, ну, можешь печенье какого с собой взять. Ну, я как-то не очень привыкла печенье хавать в дороге. Ну, там крекер какой-нибудь иногда, да, или какие-нибудь хлебцы. В общем, оно было под скидки внезапно. Не знаю вообще, с чего такой кайф. А, возможно, знаю. До 7.06. Я не так сначала глянула. Ну, до 7.06 оно доживет. В любом случае. Ну, в смысле, это как бы уйдет. До 7.06. Надо будет там соображать, что на обратку покупать. Уже на месте где оно тут у нас? Бейкерхаус. У меня этого БНН. Вальпургиева ночь. ВН я сначала думала. Сокручен на Вальпургиева ночь. Но для Мадока франшизы как бы это понятно. Хлебцы, розмарин, чеснок. 40 рублей 20 копеек. За упаковочку. А так они что-то там как-то дофига стоили. Там еще какие-то другие были. 250 грамм. Ну, и, кстати, тут, знаете, нормальный состав. Но, я думаю, они так изначально и стоят. Может, чуть даже меньше. Потому что продавец сам себя не обманет. В смысле, в убытке не доставит. Мука, пченичная, высший сорт. Вода, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Масло оливковое. Экстра виргин. Морская соль. Дрожжи хлебопекарские. Сахар, семена конжута. Розмарин и чеснок. Раменский кондитерский комбинат. Вот. Блин, а я думала, хаус, бейкер, бейкер хаус. Это какая-нибудь там вот. Называется итальянский хлеб. Это какой-нибудь там немец, итальянец или еще кто-то. А это раменская конца. 6 месяцев срок годности. Ну, и у нас тут чеснок. И что он содержит? Розмарины дофига он полезный. Морская соль, оливковое масло и белый кунжут. О, я все еще издеваю. Я их попробую перед тем, как это упаковать. Я тоже думаю, в пакетик нормально пересыпь. Потому что вот эти все упаковки, они больше места занимают. Слушайте. И внезапно все. Вот пакетик еще. Пакетик у нас стоит 3 рубля 90 копеек одна штука. В общем, вот такие пироги. Вышло у меня все на 588 рублей 97 копеек. Всем спасибо за просмотр. Всем адекватных мужиков. Даже просто, если вы, допустим, блогер и внезапно меня смотрите. И вас комментирует какой-то мужик. Пусть он будет адекватным. Ну, есть адекватные, а есть такие, типа. Почему у вас мадекюранит? Почему у вас и села целого-то нет? Я здесь спрашиваю, музык, почему у тебя мозгов нет? Всем спасибо, кто осилил до сего момента. Я постараюсь это все смонтировать на ближайшую неделю. У меня там еще чего-то всего дофига. Всем пока!